Открытый Кубок Города Героя по флагфутболу – один из немногих профильных турниров, который проходит у нас на полуострове. Несмотря на то, что флагфутбол – это бесконтактная версия американского футбола, крымские команды охотно принимают в нем участие. Стоит сказать, что мы уже встречались в прошлом году, и Симферополь и Армянск очень хорошо себя проявили. Симферополь – очень усупчивая команда. Они давно, так же, как и наша команда, занимаются американским футболом. Флагфутбол – это все-таки такая подготовка к большому футболу, пока команды выходят из межсезонья, пока раскатываются и так далее. Выходят из залов тренажерных. Погода только сейчас позволила нормально тренироваться на поле. До этого были дожди. Американский футбол в Севастополе далеко не в диковингу. Городская команда «Титаны» ведет свою историю с 2002 года. В городе-герои у этой заморской дисциплины сотни почитателей. Среди них есть представители городских властей. Реальный «Титан» – это гордость Севастополя. Мы дружим уже три года. Это очередное мероприятие, которое ленинская администрация поддерживает. Ребята являются примером для молодежи в своем занятии спортом, в своем стремлении быть лучшими. Так как команд всего три, было решено провести игры каждый с каждым. Первый матч состоялся между командами «Тавры» и «Черные быки». У симферопольцев на позиции ресивера, или, иначе говоря, принимающего, играл гонец Даниэль Спизи, студент медицинской академии Крымского федерального университета. С американским футболом Даниэль знаком с раннего детства. С тех пор это его любимый вид спорта. Каково же было удивление юноши, когда он узнал, что в Симферополе есть собственная команда по американскому футболу. Я увидел, как ребята тренируются и решил к ним присоединиться. Мой любимый спорт в Крыму. Я в такое не мог поверить. Я могу заверить вас, что моя команда лучшая в Крыму. У нас есть домашняя база в Симферополе, у нас потрясающий кватербэк, у нас крутые ресиверы, а защита просто топ. По итогам матчевых встреч Кубок Севастополя остался дома. В первой игре команда севастопольских титанов одолела гостей из Армянска с астрономическим счетом 57-12. В матче против столичных футболистов севастопольцы и вовсе не дали открыть счет соперникам. Победа в сухую 39-0. Титаны набирают форму для предстоящего московского турнира по флагфутболу, который состоится в 20-х числах апреля. Вот, это для нас, скажем так, маленькая подготовка такая. Ну и плюс для пропаганды, чтобы люди смотрели, тем более наш стадион в центре города находится, проходили, радовались. И может кто-нибудь тоже появится желание прийти и поиграть. Радость победы омрачил досадный факт. В этом сезоне команда севастопольских титанов не примет участие в чемпионате России по американскому футболу. В связи с отсутствием спонсоров ребята не смогут постоянно выступать в выездных матчах, а это значит, что на выход в плей-офф можно не рассчитывать. Футболисты говорят, что в этом году запланировали участие в нескольких турнирах. Ну а для регулярного чемпионата взяли тайм-аут.